Бенюз Киезет Спасибо большое, что в преддверии столь яркого праздника и масштабного мероприятия в вашей биографии вы находите время и посещаете нашу студию Спасибо за приглашение Вы достаточно молоды, но с регалиями, как говорится, у вас все в порядке, могут позавидовать многие именитые личности страны Как по-вашему, молодому человеку найти себя по жизни? Ваш путь к славе тернистый или все складывается должным образом? Вы всего добиваетесь собственным трудом, потому что трудоголик или стечение обстоятельств? Могу с уверенностью сказать, что все-таки во мне есть качество трудоголика человека, который я очень целеустремлен У меня интерес к своему делу, с каждым днем он возрастает Я нахожу что-то интересное для себя Нахожу именно какие-то интересные звуки, в каких-то произведениях нахожу новых героев И работа моя прежде всего сейчас, она является, не знаю, основным делом, что ли, в моей жизни В которую я вкладываю всю себя И, конечно же, чтобы добиваться успехов, которых вы уже перечислили, надо прежде всего верить в это И именно важен тот момент, что человек должен выбрать именно ту профессию, которая ему нравится Вот если бы меня спросили в следующей жизни, будете ли вы певцом Я бы с уверенностью сказал, что я буду снова певцом И могу сказать, что с уверенностью оперным певцом И, может быть, я бы по-другому относился бы уже к этому делу Потому что трудоголики, но в обычной жизни у нас, сами знаете, много факторов Которые, как бы, ну, забирают твое время на какие-либо дела, там, какие-либо жизненные ситуации Там, какие-то другие дела Но основной, думаю, как вы уже сказали, мой успех заключается в том, что я очень целенаправленно иду к своему пути И я этот путь выбрал А можно ли сказать, что профессия вас сама выбрала? Или все-таки вот вы к ней как-то вот пришли методом проб и ошибок? Именно к оперному искусству я пришел, а песня была со мной с детства, со школьницами, можно сказать Ну, репертуар наверняка гораздо отличался от того, что вы сейчас исполняете Что было тогда? Ну, естественно, тогда был какой-то интерес, какое-то вот такое отношение в музыке, ну, как к естественному, да? Вот у нас у казахов в каждой семье, можно сказать, играет на дамбре, поют, да? Но тогда же ты не ощущаешь, это все естественно происходит Ты не понимаешь этих тонкостей, технических моментов А когда ты уже профессионально этим занимаешься, и когда идет на тебя такая ответственность Что это все-таки большие сцены, где я выступаю И тогда ты вот действительно задумываешься о том, что надо свой профессионализм оттачивать И все-таки я могу сказать, что я пришел к этому искусству Потому что я любил петь Любил и люблю А как вообще изначально отреагировали ваши родные на ваш выбор? Наверняка в традиционной казахской семье, так или иначе, в то поколение, когда вы родились Ну, ратовали за юристов, за экономистов, может быть, за прикладников А тут сундет хочет быть артистом Родители как на все это дело посмотрели? Или они сами вас направили? У меня отец вообще играл в самодеятельности Всегда пел дома Гости приезжали всегда Мог сыграть запросто на мандолине Мог сыграть на дамбре Спеть одни из любимых песен наших краев Тругая, да? Мать у меня, мама тоже пела всегда У нас семья такая И у меня брат тоже участвовал В каких-то самодеятельностях У нас семья такая, знаете Пели мы дома Пели, праздновали Но именно классическому искусству, наверное Именно профессиональному пути, ну, как бы Выбрал я Потому что какая бы ни была профессия Она сложна, она интересна для человека Но пение в данный момент То, что выбрал я И то, что мне интересно И то, что у меня, я думаю, получается Вот в настоящее время Вы в основном сосредоточены На карьере оперного певца А есть какие-то такие проекты В которых вам Хотелось бы принять участие Но они никаким образом Не связаны с вашей основной деятельностью Или, может быть, вы тайно Где-то в чем-то участвуете Может быть, вы у нас еще и сноубордист А мы этого не знаем А, нет Вообще, чтобы форму поддерживать Я занимаюсь спортом Хожу в фитнес-центр У меня есть замечательный инструктор Который увидит меня по телевизору Что если я очень, ну, как бы Начинаю поддавать Добреть Он всегда меня Где ты ходишь? Звонит и меня забирает В фитнес-центр И мы тренируемся Это однозначно Это, я думаю, что это нормально Заниматься спортом в неделю три раза Для певца или для кого-либо Это нормально Как бы здоровый образ жизни Он очень полезен И... Ну, в ближайшем будущем Я принял такое предложение Участвовать на проекте «Один в один» Это аналоговый проект Который будет происходить здесь В Алма-Ате В Алма-Ате будут происходить Съемки И я вот дал свое согласие Вопреки тому, что у меня вот Концерт Сольный концерт намечается 26 числа С замечательной певицей Колоратурным сопрано Альфия Каримовой Несмотря на это У нас в 23 числах уже съемки И вот чем-то приходится жертвовать Но я думаю, что Год этот Год лошадь Поэтому я решил Надо работать Больше и больше Не жалеть себя А скажите, пожалуйста Вот мы с вами затронули Все-таки тему популярной эстрады И она так или иначе Сейчас коммерциализирована Что хочет публика То, в принципе, и дает Публика, если хочет Откровенных артисток В прозрачных нарядах С фонограммой И с откровенными действиями На сцене Она получает Хочет Каких-нибудь одинаковых парней В широких штанах И она это тоже получает Насколько публика сейчас Просит на какие-то Может быть, корпоративные Закрытые и прочие мероприятия Оперных артистов Вы участвуете в таких событиях? Я предпочитаю большие сцены Потому что То, чем я занимаюсь Она Как Требует Большой сцены Большой аудитории Другой аудитории И с них ценители Да? Допустим Романтики-рокеры Российские Они В своих текстах К примеру Слагают Правду жизни Очень часто критикуют Артистов Попсы Но Недавно Тот же самый Найк Борзев Сказал, что Преклоняйся перед певицей Нюшей У нее все в порядке Говорит со слухом Ну а вы К примеру Как оперный певец Может на Казахстанской эстраде Можете выделить Действительно Профессионалов Профессионалов Я могу Выделить Это Роза Хлонышина Рымбаева Ну Этот человек Который По сей день Трудится Все правительственные Концерты Какие бы ни были Она поет Живьем Батархан Шукенов Очень хорошо Дружим И Всегда на концертах Встречаемся И Говорим даже О вокале С ним Даже интересно Потому что он Как-то из концертов Говорил что-то Хочу спеть Классическое Какое-то Произведение Послушай меня И заходит в раздевалку Начинает распеваться Очень хорошо Интересные Какие-то звуки Получаются Мне нравится Из молодых Групп Мне нравятся Такие эрудированные Ребята И поют И танцуют И И ведут себя И вкус И одеваются Да Как бы Это же все же Нужно же Если у нас Костюмеры шьют Для оперы Там Да У них Все же должно быть В комплексе И Эта группа Зажигиц Мне нравится Это молодые ребята Из Алматы Они участники Проекта Фабрика Потом мне нравится Нурлана Нурлана Дулина Личность Сидент Я не могу Вас не спросить Как Вы Относитесь Тогда К Николаю Баскову Которого Тоже Вроде Как И восхваляли И восхищались Самой Монсеррат Кабалье Он пел На огромнейших Таких Популярнейших Площадках Оперы И вдруг Он переметнулся В сторону Популярной Музыки Знаете Лично Не знаком Это раз Потом Живем Не слышал В операх И Живем Не слышал На концертах Это раз То что Это Но Смотрел записи Ленского В опере Евгения Онегин И знаете Не хуже Нынешних Оперных Певцов Которые Поют там Я же Все-таки Слушаю Разбираюсь Не хуже Оперных Певцов Вот у него Ленский Хорошо Получается И по образу И по внешности Вот Неплохо Вообще Неплохо Я не могу сказать Что там Почему он ушел Из оперы Не знаю Потому что он Наверное Все-таки Выбрал свой путь Человек идет Тем путем Который ему нравится Да Но я слышал одно Что он Потрясающе Интересный человек В жизни Такой Как сказать Нормальный Обычный человек Но говорят Когда увидит камеру Начинает меняться Не знаю Вот это я слышал А так говорит Нормальный человек Но то что он учится Там Умансера От кабали Это говорит о том Что он любит Локальное Классическое искусство Продолжаем нашу беседу На кону У нас Один из самых важных Праздников В году Это наурез Мой любимый праздник Расскажите пожалуйста Какие традиции Существуют В праздновании Данного Мероприятия Вашей семье Насколько нам известно У вас Уникальная Интернациональная Семья Смешение Культур Традиции Наверняка Тоже присутствуют В ней Безусловно Если на Новый год Наряжают елку И ждут Деда Мороза И ждут от него Какого-то чуда Что он придет Принесет Хотя на самом деле Это все делают родители В отличие от этого Наурус Это настоящий праздник Наурус Улкен төл мереке Бездің Казақ жеріміздің Тек қана Казақ мес Бүкіл Түрки елдерінің Мерекесі Осы мерекенің Карсаңында Айтатын тілегім Ақмол болсын Береке келсін Берекелі Мерекелі болсын Наурус Мерама Жаңа Бақыта келсін Жаңа Шаттыға келсін Жат редім күгалда Пэшешауабай Сұголдақ көйлегім Жаң бар жауабай Сенесімет үскенді На такой феноменальной ноте я лишь могу пожелать всем казахстанцам действительно светлого наурыза, исполнение всех желаний, ну и, конечно же, огромнейшей чистой человеческой любви. Спасибо нашему гостю Синдету Байгожину за такую замечательную беседу и потрясающий вокал. Да, спасибо за предложение. Было очень приятно беседовать с вами. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.